Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать 8-й псалом царя Давида. Помяни Господи царя Давида и всю кротость его. Афанасий Великий и Феодорит Кирский объясняют, что пророк воспел настоящий псалом от лица верующих сердец, получающих таинственное вино христианского учения от духовных точил церквей Божьих. Давид предсказывает спасение человечества в этом псалме единородным сыном Божьим, удивляясь его непостижимой премудрости, неизреченному человеколюбию и удивительному в высшей степени промышлению о грешном человеке. Песнословящие этот псалом в умиление сердца и в богомыслие сподобляются причастия божественной благодати Господа Христа Иисуса. То есть все, которые читают этот псалом, они как бы причащаются божественной благодати, потому что это мессианский псалом. И в Новом Завете есть две ссылки на слова из этого псалма. Это Матфей 21.16 и Первый Посланник Коринфянам 15.27. То есть прямые ссылки на этот псалом, как на мессианский. Итак, псалом начинается словами начальнику хора на гевском орудии, псалом Давида. И давайте вспомним, что, как мы уже говорили, гиттит, то, что у нас переведено как гевское орудие, гиттит, это разновидность лада, то есть некой мелодии. И некоторые предполагали, что псалом так называется еще и по другой причине. Он был возглашен Давидом в городе по названию Гат. То есть есть как бы два объяснения, почему он так называется. Но синодальный перевод склоняется к тому, что это все-таки музыкальное орудие. Начальнику хора на гевском орудии псалом Давида. То есть над каждым инструментом были руководители и начальник всего хора. Он как бы в одном случае отдавал предпочтение одному музыкальному инструменту, в другом случае другому. Итак, псалом Давидов. Он начинается словами «Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес». Итак, здесь говорится о том, что Господь властвует над землею и над небесами. «Величественно его имя по всей земле, и слава его простирается превыше небес». Что значит превыше небес? В Писании сказано, что небеса небеса не могут вместить Господа. Начало второго стиха «Господи Божий» не соответствует как бы еврейскому оригиналу, где говорится несколько иначе. Говорится «Господи наш Господин». То есть второе слово после слова «Господи» — это «Господин». И действительно Бог является Господином земли и неба, и Он превознесен над всем Своим творением, и по праву Творца действительно Он единственный хозяин этого мира, в котором мы существуем. То есть все, что существует в космосе, оно принадлежит Ему и подчиняется Ему. Как в Писании сказано, что «каждой звезде на небе Он дал имя». Дать имя означает подчинить своей власти. И в те времена, когда человек, например, продавался в рабство, хозяин ему мог поменять имя, подчиняя своей власти. И если каждая звезда на небе имеет свое имя, значит, есть какой-то Божий самосел. Относительно каждой звездочки на небесах. А это мы проецируем на верующих, потому что верующие, они как звезды на небе. Такое сравнение, но в Писании встречается и достаточно часто. Таким образом, Господь есть наш Господин, и власть его распространяется как на земле, так и на небе. Если язычники понимали, что у неба есть один правитель, Бог, у земли Богиня, под землей свой Бог, в океане свой Бог, то в библейском понимании Бог один, Адонай-Хад, Господь един. И эта истина провозглашается тогда, когда мы признаем, что нет другого Господина над всем миром, над всем мирозданием, кроме того, который все это создал. И далее мы находим такие слова. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». О чем здесь говорится? Здесь говорится, во-первых, о том событии, когда Христос входил в Иерусалим. И в Евангелии от Матфея, 21 глава, 16 стих, Христос сам приводит это пророчество, то есть ссылается на этот псалом, потому что люди удивились, когда он входил в Иерусалим, сидя на ослице и осленке, то грудные дети начали восклицать «Осана сыну Давидову», «Осана бэм Давид». Так они приветствовали Христа. И людям было непонятно, почему младенцы вообще начали говорить, потому что они были совсем маленькими детьми, сказано, из уст младенцев и грудных детей. То есть имеется в виду дети, которые питались еще молоком своей матери. В традиции Израиля того времени до двух лет кормили ребенка грудью матери, молоком. И это было явное чудо. И тогда Христос сам сослался на эти слова. Возможный перевод, более дословный, чем синодальный. Из уст малых детей и младенцев ты основал мощь из-за твоих теснителей, чтобы пресечь врага и мстителя. Как эта мощь состоит из младенцев, грудных младенцев и маленьких детей? Как это понять? Из древних времен этот вопрос он обсуждался. И когда мы читаем Библию, мы находим в Библии свидетельство о том, что в некоторых случаях Бог спасает какой-то город от собственного гнева только потому, что там есть дети. Например, в Неневе, когда проповедовал там пророк Иона, что Неневе провалится, Господь смотрел на этот город иначе. Во-первых, он был очень большой, три дня пути. Потом там были, значит, мужчины, женщины и были дети. Причем там сказано, что Господь учитывал даже и то, что там и скота было много, потому что Бог проявляет сострадание даже к животным, тем более к маленьким младенцам. Христос ставил детей в пример. Однажды он поставил ребенка посреди апостолов и сказал, если вы не умолитесь, как это дитя, вы не войдете в Царствие Небесное. То есть, в принципе, вот детям принадлежит Царствие Небесное. Таковым принадлежит Царствие Небесное. Почему? Потому что младенец, он как ангел. Причем, с точки зрения Библии, эти слова, они синонимичны. Когда мы говорим «ангел», это «круф» по-еврейски. Когда мы говорим о младенцах, «круфья». Поэтому, когда Христос говорит «будьте как дети», это можно перевести как «будьте как ангелы». То есть, это синонимично. И мы действительно о детях говорим, что они как ангелочки. И это соответствует библейской традиции понимания этого возраста. И когда мы изображаем ангелов небородатыми, как свидетели Иеговы, например, они, если изображают ангелов, все у них ангелы там бородатые. Может быть, они хотят подчеркнуть их мужественность. На самом деле, херувимы, которые были на крышке ковчега, они имели детские лица. Потому что они называются «крувы», то есть «круфья», то есть «как дети». То есть, мир сохраняется детьми. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Что имеется в виду? Например, наши враги, демоны, бесы хотят погубить какой-то город, какую-то страну. И у нас недостаточно святых и праведных, которые могут вымолить нашу страну или наш город. Но у нас есть дети. А дети чисты по определению. Особенно если речь идет о крещеных, о младенцах. И что значит, из уст младенцев как бы проистекает некая мощь, некая мощь, некая сила. Когда ребенок первый раз читает молитву, его учат молитве, там, Отче наш, Богородица. И раздается вот этот лепет детский, когда ребенок путает слова, немножко смешно их произносит. Иногда дети очень странно крестятся рукой, там, что-то могут напутать. Но когда мы наблюдаем в храме действия детей, там, вот, как бы, неуверенный такой знак креста, даже странный, лепет такой, как бы, неестественный для человеческой речи. Вот мир спасается этим лепетом. Потому что Бог принимает более охотно молитвы святых. А младенцы, по определению, они святые, крещеные младенцы. И их лепет то, как они совершают поклоны в храмах, подражая своим родителям. Это более угодно Богу, чем какие-то вот наши усилия. Поэтому этот мир сохраняется, потому что дети учат заповеди, дети посещают воскресную школу, особенно в самом раннем, нежном возрасте, когда им даже нет необходимости исповедоваться. Это обычно дети до 6-5 лет. Любое проявление их религиозности – это тот лепет, который спасает мир. И именно они приветствовали Христа, когда он входил в Иерусалим. Но в каждом случае, именно из уст младенцев, из их лепета и грудных детей, из их лепета Господь принимает хвалу. То есть Господь удовлетворен их лепетом. Тем более ради врагов Божьих. И это делает безмолвными наших врагов и мстителей. То есть молитва взрослого может и не остановить ярости наших врагов. То вот такой лепет молитвенный ребенка. Поэтому в Писании сказано, что иногда в критический момент истории Израиля собирали на молитву всех. И стариков, и подчеркивается, и детей, и молодец. Потому что здесь была гарантия, что ради таких чистых существ Господь сохранит мир. Их лепет более внятен в глазах Бога, чем наши рационально осмысленные моления. И далее Давид восклицает, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». И возможный перевод, более приближенный к оригиналу, «Когда вижу твои небеса, деяния твоих перстов, луну и звезды, тобою утвержденные, что есть человек, что ты вспоминаешь его, и сын Адама, что ты его взыщешь». Казалось бы, по сравнению с бесконечным космосом, где наша планета, как маленькая пылинка, затерянная в пространстве, человек вообще как бы ничто. И Давид, взирающий на небеса, на дело перстов Божьих, на луну, звезды, которые Господь поставил, он рассуждает о том, что есть человек по сравнению с величием этих космических объектов. Как в свое время немецкий философ Кант говорил, «Меня больше всего поражают и заставляют верить в Бога две вещи — звездный свод надо мною и нравственный закон во мне». И Давид озадачен положением человека в этом пространстве. То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Действительно, Господь собеседует не с астероидами, не с планетами, не с светилами. Это осветительные камни, которые носятся в безграничном пространстве. Они подчиняются воле Божьей, потому что каждый движется по своей траектории. Но диалог-то Бог ведет с человеком. С человеком. Потому что человек наделен умом. Человек создан по образу и подобию Бога. Человек наделен свободной волей. И когда Давид спрашивает, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, далее он сам отвечает на этот вопрос. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью, увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. А что это за человек, пред которым Бог все положил под ноги его? Может быть, это Адам, которому Бог сказал ему и его жене Еве, владычествуйте и господствуйте над этим миром. Да, так было. Но есть второй человек, второй Адам. Это Господь наш, Иисус Христос. И в первом послании Коринфянам, 15-27, этот стих «Все положил под ноги его», он прилагается ко Христу, потому что в человечестве Иисуса Христа мы имеем истинного человека, образец для подражания. Все покорено ему и на небе, и на земле. Поэтому, когда нас спрашивают, что есть человек, наш ответ на это упрошение, мы имеем такого человека. Это человек Иисус Христос. Бога человек и наш спаситель. Твой и мой. Таким образом, вот значение, мессианское значение этого стиха, а тут два стиха мы находим, да и весь этот псалом, оно очень велико, мессианское значение. И здесь мы вот с 4 стиха по 9 видим взор Давида. Сначала он взирает на небеса, потом он обозревает луну, звезды, находит положение человека в этом мире, когда спрашивают, что есть человек. Потом он сравнивает его с ангелами, потом он видит, что все положено под ноги его. Действительно, небеса – это престол Божий, а земля – подножие ног его. И оканчивая этот псалом, Давид восклицает, Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле. Конечно, в ветхозаветном прочтении это будет означать величие имени Господь, но в христианском понимании нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как величественно имя Твое по всей земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok